Я предпочитаю рассматривать жизнь и всё, что со мной происходит, как то, что и должно происходить, и как нечто, что приведёт меня к тому, в итоге, чего я пока ещё не знаю и не могу знать. В любом случае, для меня жизнь — это именно так складывающаяся проявленность, которая происходит в каждый момент. И нет никакого смысла не принимать это вселенское проявление таким, каким оно складывается. И уж тем более, как-то стараться переделать его или бороться с ним. Это так же тщетно, как стараться заставить реку потечь по другому руслу. Вместо этих гигантских, но бестолковых усилий, лучше сосредоточить свои на том, что легко, опираясь на то, что дано. Гораздо лучше расположиться на берегах уже существующей реки, приняв то, как она течёт и все её недостатки. С принятием достоинств обычно проблем не возникает. Действительно, жизнь нужно воспринимать как некое всеобъемлющее природное данное. У меня ведь не возникает желания заставить речку течь в другом русле, перенести лес в другое место или сделать погоду в определённом месте менее дождливой. Так почему же жизнь порой рассматривается мной как нечто посильное и поддающееся моему влиянию? Но даже не этот вопрос главный. Самое важное то, что надо научиться и затем продолжать принимать всё, что есть, таким, какое оно есть. Если я иду вдоль реки, и там много комаров, я не кляну эту речку и не зарекаюсь сюда больше не приходить. Я просто принимаю речку с её комарами как данность и, исходя из этого, уже решаю, как мне поступать. Уйти, чтоб не кусали. Защититься от комаров, чтоб продолжать наслаждаться прогулкой вдоль реки. Выбрать другую реку, где нет комаров, или вообще остаться дома и заняться чем-то совершенно иным. Вариантов бесконечность. Но в любом из них я принимаю это как данность и осознаю необходимость приспособиться к этому, к тому, что есть.